Ладья плавно скользнула в сторону, лихо проскакал конь, степенно прошествовал слон. Халид Абитович считает, что игру в шахматы можно смело сравнить с искусством. Так вот, как музыка. Кто понимает музыку, тот получает удовольствие. И здесь тоже шахматы. Вроде там деревянные фигуры, а каждая фигура имеет свою жизнь. И все же в этом виде спорта, как и в других, необходима скорость, в данном случае скорость мышления и постоянные тренировки. Физически слабый человек не сможет долго просидеть за доской. Для этого нужны усидчивость и спокойствие. Халид Дадаев рассказывает, что в начале учебного сезона приходит много ребят, но постепенно отсеиваются. Не у каждого хватает силы воли. Но будущих чемпионов, говорит мастер, видно сразу. Мои воспитанники получали призовые места. Белые ладья в турнире. Потом личное первенство среди детей проводим раз в год. И там тоже получали призовые места. Основные задачи проекта популяризации игры в шахматы среди молодежи в ВИДНОМ, представленного на конкурсе «Наше Подмосковье. Отвлечение подрастающего поколения от вредных привычек». Увлекаясь игрой, ребята включаются в соревновательный процесс, решают шахматные задачи, этюды и комбинации. Хотят совершенствоваться в этом деле. Они лучше учатся. Математику лучше они будут понимать. Развивают. У них дисциплину, чтобы они могли не баловаться. Семья Халида Абитовича поддерживает его увлечение. Жена и две дочери всегда не против провести небольшой домашний турнир. А вот внуков не удалось заинтересовать. Детей нельзя заставлять играть в шахматы. Если они увлекаются, тогда можно. А если силы заставить, то нельзя. Как говорят в семье, одни шахматители – это уже много. Поэтому больше не надо. На ближайшее будущее у шахматно-шашечного клуба «Олимп» много планов. Традиционный турнир «Белая ладья», личное первенство по шахматам среди детей в ВИДНОМ, а также проведение мастер-классов. И, возможно, благодаря Халиду Дадаеву этот интеллектуальный вид спорта действительно станет очень популярным в нашем городе.